привет дорогие друзья и подписчики моего канала также как я и предполагал ночь у нас прошла под звуки сирены но по сравнению с прошлой ночью это ночью мне удалось хоть немного но поспать центр страны сейчас не трогают как можно было судить из предыдущих дней центр страны они начинают бомбить только ближе к вечеру и ночью но сейчас идут массированные бои на границе с сектором аза и близлежащих городах таких как аждот ашкелон здоров а также продолжаются стычки во всех совместных населенных пунктах так сказать смешанных где живут арабское население и еврейское население там проходят и линчевания даже есть и драки и погромы много чего сейчас происходит на территории данных городов но от этого никак не лучше становится израильской армией был объявлен очередной набор резервистов арабская молодежь сейчас начала поджигать не только автомобили но и гостиницы и магазины так была подожжена гостиница в аку я очень надеюсь что день и вечер у нас в центре израиля пойдет тихо и спокойно без сигналов тревоги без того что бегать в защищенной комнаты ну а что будет дальше мы увидим и я обязательно это все покажу в своем видео честно из-за прошлой бессонной ночи меня так вырубило что это ночью я не услышал сигнал ракетной тревоги пока жена мне не разбудила я сразу же тогда как бы как бы сказать так подхватил игру побежали в комнату в мамад это будем уже спать дальше я если честно думал это так на пять минут и все и пройдет но нет они бомбили и вот звуки ударов ударов были такие четкие бухи бух бух вот именно слышалось очень громко и очень сильно и дом при этом дрожала что будет дальше будем ждать брать это также попадают жилые дома каждый день есть сообщение о том что ракета попала в жилой дом в том или ином жилом квартале или же городе или населенном пункте судя по последним новостям которые я наблюдаю там все хуже и хуже становится тем более в израиле в самом израиле в городах разворачивается практически гражданская война евреи против рабов рабы против евреев жгут покрышки жгут автомобили громят магазины синагоги мечети вообще не поймет что сейчас даже бедуин активизировались и блокируют города в негеве невозможно не выехать не заехать в эти города и тоже начинают творить беспорядки по последним данным хамас выдвинул условия иерусалим в обмен на прекращение огня но сразу понятно что иерусалим им никто не отдаст тем более они сейчас сами просят прекратить огонь потому что кто их знает почему но опять-таки израиль не поступит с условием террористической организации и будет вести все до конца в некоторые поселения на границе с газой прорываются террористы и пытаются захватить их но цел не бдит и во-первых говорит всем всему населению таких кибуцов поселений говорит соблюдайте правила безопасности оставайтесь дома ни в коем случае не выходите террористы также пытаются пробиваться и захватывать военные базы израиля конечно понятно для чего это делается чтобы просто захватить оружие и захватить точнее установить контроль над этим это были пока что утренние новости я опять-таки все буду отслеживать и дальнейших видео чтобы буду освещать и показывать что у нас происходит